В студии Анна Лапшина. Здравствуйте, это программа интервью и у нас в гостях ректор Российского химико-технологического университета имени Дмитрия Менделеева, профессор Российской академии наук, доктор химических наук Александр Мажога. Александр Георгиевич, давайте начнем с небольшой вводной. Расскажите, пожалуйста, немного про Российский химико-технологический университет и про то, каких специалистов готовит РХТУ в области экологии. Российский химико-технологический университет – флагман химико-технологического образования нашей страны. Университету 120 лет. В университете в настоящий момент обучается 8 тысяч студентов, работает 2 тысячи сотрудников. Университет располагается в Москве на двух площадках в центре города и в северном Тушино. Помимо этого, в университете есть два филиала – в городе Новомосковск, Тульской области, регион химический, очень много предприятий там находится, и в городе Ташкент, в Узбекистане. Университет и основная его задача – подготовка высококвалифицированных кадров для химического комплекса нашей страны. И помимо этого, конечно же, вторая наша основная задача, не менее важная, и это разработка современных химических технологий для наших предприятий. Очень важно, что такие технологии разрабатываются внутри университета, поскольку вместе с технологией мы всегда готовим команду молодых активных исследователей, которые дальше на предприятиях могут эту технологию реализовывать. То есть экологическое направление – это, по сути, одно из самых основных. В составе университета 11 факультетов, и все факультеты работают в интересах подотрасли химической технологии. Это и неорганики, и органики, и специалисты, которые занимаются фармацевтической химией, специалисты, занимающиеся радиационной химией, радиохимией, радиоэкологией, биотехнологи, специалисты в области цифровизации химического комплекса. И, конечно же, большое внимание мы уделяем экологии. В принципе, экология – это такое направление, которое должно быть отнесено к определенной отрасли. В нашем случае, конечно же, мы готовим экологов, связанных с химической технологией, с проблемами переработки отходов первого-второго класса в том числе, с проблемами создания зеленых химических производств, производства, которые безопасны, эффективны, энергоресурсы, сберегающие технологии, используются на таких предприятиях. Мы готовим специалистов для оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации по абсолютно широкому спектру профилей. И бакалавриат, и магистратура, и специалитет, и, конечно же, аспирантура также есть в нашем университете. Если говорить о тех угрозах, которые представляет для экологии, для нашей планеты деятельность человека, прежде всего, о промышленности речь ведем. Насколько они значительны? Несколько слов хочется сказать о том, какие бывают, в принципе, отходы. Отходов у нас традиционно это пять классов. Первый класс — это чрезвычайно опасные отходы, с которыми тяжело справляется наша экосистема, наша биосфера. Второй класс — это высокоопасные отходы. Для их восстановления природы после того, как мы их убираем, нужно более 30 лет. Это умеренно опасные отходы. Около 10 лет нужно на то, чтобы наша экосистема, природа пришла в состояние после их утилизации. Малоопасные отходы и практически неопасные отходы. В настоящий момент в Российской Федерации накоплено около 3 миллиардов тонн отходов абсолютно разнообразных. Работает много химических предприятий. Работает много предприятий нефтехимических и многих других предприятий. Ежегодно отходы первого и второго класса производят около 10 тысяч предприятий. Всего 350 тысяч тонн отходов первого и второго класса образуются, но только полтора процента из них перерабатываются. Естественно, отходы первого и второго класса, как самые опасные, высокоопасные отходы, они представляют наибольшую угрозу для нашей экологии. Это и угроза для рек, полей, лесов, угроза для жизнедеятельности наших граждан нашей страны. Конечно же, переработка отходов первого класса – это такая важная магистральная задача Российской Федерации, поскольку у нас сейчас около 180 точек, где присутствуют объекты накопленного вреда, где хранятся просто эти отходы, и с ними нужно что-то делать. И поэтому актуально и важная задача в настоящий момент – переработать эти отходы. Можем ли мы как-то классифицировать эти опасные отходы по составу, по сферам деятельности предприятий, которые их образуют? В настоящий момент существует более 400 видов опасных отходов. Это отходы ртуть-содержащие, отходы, которые содержат органику, отходы, которые содержат неорганические компоненты, это кислоты, щелочи, тяжелые цветные металлы. Это и смешанные отходы. В Российской Федерации сейчас более 190 объектов накопленного вреда. Это объекты, которые, наверное, стихийно организовались, это отстойники предприятий, куда складывались такого плана отходы. Это отходы галлюманических производств, это отходы металлообрабатывающей промышленности, это отходы химических предприятий, нефтехимических предприятий, это отходы предприятий, которые производят средства защиты растений и пестициды, Это отходы предприятий, которые производят стекло. Какие могут быть загрязнения в этих отходах? Это тяжелые металлы. Это может быть хром, никель, кобальт, кадмир, туль, свинец, серебро. Это разнообразный комплекс образователей. Например, цианиды, которые используются при добыче металла, при приработке металла в гальванических производствах. Это органические растворители, хлоросодержащие растворители, органические, ароматические растворители, бензол, тулол. Это пестициды, гербициды. Это разнообразные кислоты. Опять же, как и неорганические, так и органические. То есть одна из самых важных задач сейчас – это минимизировать тот ущерб, который наносится природе. Основная задача, которая сейчас стоит перед нашим университетом – это разработка технологии переработки отходов первого и второго класса, то есть их утилизации. Наш университет ставит перед собой задачу создания технологий, которые отвечали бы четырем основным принципам. Первый – это экологичность. Процесс переработки должен быть экологичным и, самое главное, не наносить урон окружающей среде. Второй принцип – это возможность использования продукта в переработке как товарного продукта, вторичное использование. Тем самым мы говорим об экономике замкнутого цикла, когда продукт переработки отходов первого и второго класса может быть реализован и использован в народном хозяйстве. Технология переработки отходов первого и второго класса позволяет в результате переработки получать товарные продукты. Например, если мы говорим о переработке ртутных ламп, то на выходе у нас получается ртуть как товарный продукт, который может экспортироваться из Российской Федерации и нужна для собственных нужд. Это стекло, это алюминий, который можно повторно использовать. Если мы говорим о переработке аккумуляторов, то мы отдельно выделяем свинец, мы отдельно имеем пластик, который также может быть повторно использован. Оксиды металлов, которые производятся при переработке отходов первого и второго класса металла, содержащих, могут быть использованы в дорожном строительстве в качестве гранулятов. А если мы говорим о переработке медь и серебро, содержащих отходов, то мы выделяем чистое медь и серебро, которое можно отдельно использовать. Мы также получаем набор солей, которые могут быть использованы, например, в качестве минеральных удобрений. Такая соль, как сульфат аммония, активно используется в сельском хозяйстве. Или же, например, другие соли, хлориды или сульфаты, которые могут быть использованы в качестве антиобределительных реагентов. Третье, это, конечно же, открытость. Все технологии должны быть понятны, прозрачны, и жители, и все остальные должны понимать, как происходит процесс переработки. И, конечно же, самое главное, это безопасность. Эти предприятия, предприятия по переработке отходов первого и второго класса, эко-технопарки, о которых мы говорим, должны быть безопасны и не наносить урон окружающей среде. Насколько я знаю, в конце прошлого года Российский химико-технологический университет имени Менделеева и федеральный оператор по обращению с отходами первого и второго классов, Росрауа, подписали соглашение о сотрудничестве. Расскажите, пожалуйста, что это за соглашение и что предполагается делать? В настоящий момент, для того, чтобы решить проблему переработки отходов первого и второго класса, Российский химико-технологический университет подписал соглашение с федеральным оператором по переработке отходов первого и второго класса, Росрау. Это соглашение включает в себя два основных блока. Первый блок связан с участием университета в разработке технологий, поскольку в университете накоплен большой опыт в области переработки отходов первого и второго класса абсолютно разнообразного происхождения, как органических, так и неорганических. И второе направление нашего сотрудничества – это образование. Мы заинтересованы в подготовке высококвалифицированных кадров для предприятий химической отрасли, и мы заинтересованы в подготовке высококвалифицированных кадров для предприятий по переработке отходов первого и второго класса. Для этого у нас была организована отдельная программа, как магистровская, так и бакалавровская, и мы приглашаем ребят из регионов, где планируется создание таких экотехнопарков, поступать в наш университет. В настоящий момент с федеральным оператором мы обсуждаем совместную образовательную программу, которая будет направлена на обучение специалистов для предприятий по переработке отходов первого и второго класса, и мы надеемся, что Росрава будет помогать ребятам из этих регионов, где будут размещены такие предприятия, в поступлении в наш университет. Возможно ли поступить в престижный московский университет без сильной школьной базы? Это реально? В регионах, где планируется строительство экотехнопарков, совместно с Росравом мы планируем также заниматься и школьным образованием. Мы понимаем, что ребятам из таких небольших городов и поселков будет достаточно сложно поступить в Московский университет, в Российский химиотехнологический университет в Москве, поэтому совместно с Росравом мы планируем открытие менделеевских классов, профильных химических классов в небольших городах, поселках, школах, для того, чтобы ребята, начиная уже со школьной скамьи, узнавали, что такое химия, что такое химическая технология, и тем самым могли подготовиться к поступлению в наш университет. В настоящий момент средний балл для поступления в российский химико-технологический университет составляет 82 балла. Это средний балл по трем ЕГЭ, это химия, математика и русский. Опять же, мы надеемся, что вместе с Росрау мы сможем подготовить ребят в школах, которые находятся в городах, где будут размещены предприятия по переработке отходов первого класса, чтобы ребята сдали ЕГЭ и получили те баллы, достаточные для поступления в российский химико-технологический университет. Основная задача в таком непрерывном образовании, это менделеевские классы в школе, это обучение в университете, сделать так, чтобы ребята после окончания университета возвращались в свои родные города, на свои родные предприятия, продолжали там работать и развивали технологии, которыми они научатся в РХТУ у себя на предприятиях. Росрау планирует поддерживать таких ребят и гарантировать их трудоустройство на предприятиях по переработке отходов первого-второго класса. Таким образом, выпускники Российского химико-технологического университета получат не только хорошее профильное образование, но и смогут трудоустроиться на предприятиях по переработке отходов первого-второго класса в своих родных городах. Почему именно Российский химико-технологический университет стал флагманом в направлении переработки отходов? На протяжении чем более вековой истории Российского химикологического университета мы всегда занимались проблемой экологии, проблемой переработки отходов. Еще начиная с 70-х годов в нашем университете была создана первая кафедра, которая называлась кафедра технологии рекуперации вторичных отходов, то есть переработки вторичных отходов. Была создана первая кафедра промышленной экологии, которая как раз и занималась утилизацией отходов первого и второго класса. И вот за этот период, наверное, более 50 лет, университет активно развивал исследования и разработки в области утилизации отходов первого и второго класса. Накоплен большой опыт исследований и разработок, имеются большие связи с университетами как внутри Российской Федерации, так и за рубежом. А сейчас мы смотрим на эти технологии немножко с другой стороны. Если раньше основная задача состояла в том, чтобы отход утилизировать и, например, перевести его из отхода первого и второго класса в отход четвертого класса и сделать его просто безопасным, то сейчас стоит задача, как сделать так, чтобы при переработке появился новый товарный продукт. Это новые технологии, которые активно развиваются в университете, и в этих исследованиях участвуют как ведущие, профессоры, преподаватели Российского химиконологического университета, так, конечно же, и наши молодые студенты и аспиранты. Принцип образования в РХТУ – это образование через науку и технологию. Студенты, начиная с первого курса, уже занимаются конкретными проектами. И проектов, связанных с переработкой отходов, проектов, связанных с холлогией в университете очень много. Они проходят как из Росрау, так и с Росатом, и с многими другими госкорпорациями и компаниями. Мы разрабатываем технологии не только переработки отходов первого и второго класса, но помимо этого мы также занимаемся отходами радиоактивными, отходами биотехнологических производств, мы занимаемся отходами медицинских производств. Мы активно занимаемся проблемами, связанными с водоподготовкой, с водоочисткой. И, кстати, на предприятиях по переработке отходов первого и второго класса, экотехнопарков, тоже будут использованы наши технологии по возврату оборотной воды в замкнутый цикл. Современные химические технологии позволяют сделать процесс безотходным за счет того, что мы используем оборотную воду, мы используем оборотное тепло, мы используем оборотное количество реагентов. То есть предприятия, которые сейчас занимаются переработкой отходов первого и второго класса, они сами не наносят вред для окружающей среды. Кстати, те экотехнопарки, которые планируется построить в регионах, переработки отходов первого и второго класса, в них не запланированы и не будут использованы отстойники. То есть эти предприятия не будут образовывать новые отходы, что очень важно. Проблема Российской Федерации еще состоит в том, что у нас достаточно много объектов накопленного вреда, у нас достаточно много отходов сейчас лежит на территории, и нет единой системы учета. И это очень важно, что сейчас Росрау возьмет под контроль как учет этих отходов, так же как происходит транспортировка этих отходов на территорию Российской Федерации. Будет произведен учет, какие предприятия производят какие конкретно отходы, а мы как разработчики технологий будем знать в горизонте на ближайшие 5-10 лет, какие отходы будут появляться, какие новые технологии необходимо разрабатывать для того, чтобы эти отходы утилизировать. Александр Мажуга, ректор Российского химико-технологического университета имени Дмитрия Менделеева, профессор Российской Академии Наук, программа «Интервью». Благодарю нашего гостя за эфир. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин